О разрезании фигуры на части. Представьте себе, что нарисовали квадрат размером 3х3. Ну, вам в карте тоже легко сделать, 3 клеточки на 3 клеточки. После этого провели вот так, равноведленная трапеция. Площадь у нее 2 клетки. И нарисовали вот такую фигуру с боба слева от квадрата. Ну, это понятно. То есть отрезали желтое и добавили троп. Получилась фигура. Давайте я для ясности выделю ее окку. Получилась вот такая фигура. Разрежьте эту фигуру на 2 части, из которых можно сложить квадрат. Ну, казалось бы, дурацкая задача, потому что вот отрезали, капельцу поставили. Но нет. Другим способом. Другим способом. Другим способом. В отличие от очень многих таких задач, где режут по сторонам или по диагоналям, в этой задаче линия разрезания это ломаная, но не обязательно с вершинами в узлах клеток. Решить несколько задач обычно легче, чем одну. Еще одна задача такая. Берем квадрат. На этот раз размером 8. И мы сейчас от него отрежем две клетки. Вот эту вот убрать. И вот сюда, вот в качестве ножки ее поставить. Ну и то же самое, другую ножку сделать. Ну и пошли вверх. А резать можно тоже капельную? На этот раз можно резать только по сторонам. То есть, это значит легче. Разрезать на две части. Не обязательно контролировать, да? На две какие-то части. И сложить из этих частей квадрат. На три части очень легко. Для этого достаточно просто вот эти вот нижние ножки, клеточки, убрать и поставить на прежние места. Но это будет на три части. А надо на две. Замечательно. Спасибо вам большое. Смотрите, что он сообразил с делом. Он понял, что есть поворот на 90 градусов. Вот это я ввожу конкурс. Видите, да? Вот вопрос. Где прахивается этот поворот? А вот здесь. Вот в этой точке, за этот поворот. В чем идея? Вы поворачиваете на 90 градусов. И вот этот клеток переходит сюда. Этот клеток переходит сюда. Этот переходит сюда. А этот сюда. Понятно, непонятно? Вот. Хорошо. Она есть в книжке Шаридина и Ерканджиевой «Наглядная геометрия». Знаете, такой очень простой учебник. Простой – это не значит, что его не надо прочитать. Очень советую. Простые книжки, они вообще обычно хороши тем, что их можно взять, прочитать и порадоваться, что вы что-то узнали. В отличие от сложной книжки, которую я взял, она, конечно, очень умная. Дальше первой страницы не пошел, и она так или стоит на полке. Очень умная книжка. Так вот, у Шаридина и Ерканджиевой вырезы устроены более хитрым образом. То есть, там не по сторонам клеток, а по дугам окружности. Как такие задачи получали? Надо взять центр поворота, надо внутри квадрата нарисовать штуку, которая при повороте часть выходит наружу, и часть теряется. Вот. Несколько лет назад, вновь лет назад, на математическом празднике дали ровно эту задачу. И представьте себе, казалось бы, это есть в известной книжке. Шаридина и Ерканджиева, книжка была широко распространена, но мало кто решит. Потому что идея красивая, и даже то, что это в книжке есть, вовсе не означает, что это все читали. А даже те, кто читал, они все не обязательно запомнили. Итак, идея поворота. 90 градусов. Отлично. Да-да-да, это встреча одной задачи есть. Мы отрезали верхнюю трапецию, желтым, заштрихованную, и приставили ее слева на две части. Это же элементарно. Все элементарно. Господа, математика, наука о простейших явлениях и равномерностях окружающих нас мира. Все в математике элементарно. Потому что если что-то не элементарное, то это не математика уже. Да, философия, заклинание духов. Математика изучает обознаваемые части мира. На сколько градусов будем делать поворот? На 40. На 45. На 45. Вот есть версия на 45, на 90, на 180. Ну подумайте. А вокруг какого сетки? Вокруг одного из узлов сетки. Вокруг какого? Левого. Какой делаем поворот? На 45 градусов по идее. Да, действительно на 45. Вокруг какой точек? Вокруг ультаскет. Может, сейчас вокруг меня не видно, что надо делать. Вершины. 0,3. Что такое 0,3? Разноточки. Ну, смысл. Нет, по-моему, где начало кардинала? В естественной точке. А естественной точке где? Вершины квадает. Вот эту точку? Выше. На единицу. Эта точка? Вот эта, действительно, точка, которая там умершает. А теперь сможет ли кто-нибудь нарисовать, что будет при повороте вокруг этой точки? Или не сможете? А, на 40, где он является поворотом. Да. Что будет при повороте на 45 градусов? Вот эта, которую вы отрезали, переместится на обратную. Нет. Это при повороте на 90 градусов переместится. А вот в том-то и дело, что нам сказали на 45. А, на ту трапецию, которую мы внестили с него? Смотрите, этот отрезок длины 3. Да? Отрезок длины 3. И да он примерно перейдет. Я знаю, что будет, что будет, что будет, что будет, он на самом деле перейдет вот сюда. Да. Заметьте, пожалуйста, 3 это больше, чем такое расстояние. Куда перейдет вот этот отрезок? Он будет чуть-чуть длиннее единицы, да? Отлично. Куда перейдет этот отрезок? В горизонтали. Да. Всего чуть-чуть длиннее единицы. Замечательно. Перейдет горизонтальный. И теперь вопрос. А как это будет выглядеть? Пойдет примерно вот так. Да? Хорошо. И дальше пойдет примерно вот так. Ребята, я очень прошу сейчас, у кого есть циркуль, постараться сделать в тетради идеально красивый чертеж. Только, чтобы он действительно получился красивый, возьмите размер не в одну клетку, а, скажем, две клетки. Вот эта штука, чтобы у вас остались в тетради, в тетради, в тетради, в тетради. А если он сам и он должен взять вот эту фигуру тренировку, то тогда левая перейдет в центральную, центральная перейдет в верхнюю и все получится. И как в итоге резать? Вот так и резать. Линия разреза. Вот так, так, так и так. Ломаная. Ломаная из четырех винтажных. Ну, она, конечно, хитрая ломаная, но, понимаете, здесь есть идея. То есть это не просто так мы рисовали эту ломаную, а понимая, что ищем поворот. Субтитры сделал DimaTorzok